Махпекер Кюсэм была одной из сильнейших женщин Османской империи, очень умной и политически подкованной. Однако почему-то в честь нее, своих дочерей, будущие султаны не называли. Как вы думаете, почему? А пока вы обдумываете ответ на этот вопрос, чтобы написать его в комментарии к видео, я расскажу некоторые интересные подробности по теме. На самом деле Кюсэм это не имя, а так называемый лакап. Часть имени, возвеличивающий титул или псевдоним. Перевод – самая любимая, желанная, вожак стаи. Во времена жизни Кюсэм в гареме султана Ахмеда I у нее родилась дочь, и ее назвали Кюсэм. Правда, неизвестно, была ли девочка дочерью самой Махпекер Кюсэм или другой наложницы, но, вероятнее всего, она была дочкой именно Махпекер. И вот почему. Девочка была выдана замуж в возрасте шести лет в результате интереснейшей политической истории. У Кюсэм-Султан был серьезный конфликт с главным визирем, и она мечтала от него избавиться. Со вторым же визирем, его звали Насух, который также враждовался главным визирем, у нее были хорошие отношения. Понимая, что Насух-Паша – его соперник, главный визирь Куюджу Мурат-Паша, решил отправить его выполнять свои обязанности подальше от себя. Но вот незадача. Насух-Паша перед своим отъездом устроил роскошный ужин, на следующий день после которого главный визирь по неизвестной причине скончался. Кстати, интересный момент. Ходили слухи, что Насух-Паша сначала пытался подкупить султана Ахмеда, обещая ему оплатить военный поход из личных средств, если тот сделает его главным визирем. Но вернемся к нашей теме. Шел 1612 год. У Махпейкер Кюсэм была дочка на выданье, шестилетняя Кюсэм. И с позволения султана Ахмеда между ними был заключен брак. Девочка осталась в родительском дворце, естественно, Насух-Паша стала главным визирем и правой рукой Кюсэм. Но через месяц произошла трагедия. Маленькая Кюсэм скончалась. Недолго погоревав, Махпейкер Кюсэм отдала замуж за все того же Насуха Пашу другую свою дочь, старшую, семилетнюю Айше. Впрочем, после заключения брака она также осталась в родительском доме. Это все были исключительно политические браки. Но и этот брак долго не продлился. Насуха Пашу обвинили во взяточничестве и приговорили к казни. Тогда он забаррикадировался во дворце вместе со своей девятилетней женой. Солдаты ворвались во дворец и казнили Пашу. Прямо на глазах у маленькой Айше. Так она стала вдовой впервые. А впереди у нее было еще шесть браков. Итого Айше осталась вдовой семь раз. Редактор субтитров А.Семкин С. Продолжение следует...